Пускай они были смешными, пускай они были немножко опереточными, но это важно с точки зрения установления нормальных отношений. Он дал срочное поручение запустить предприятие и так далее, невзирая на то, что вообще-то это предприятие, хоть и самое крупное в России, хоть и производит станки для стратегических отраслей, оно очень-очень частное. Те операторы, которые приступили к реализации этой реформы, были отобраны командой Хамитова. А вот, наверное, новых операторов, веселых, румяных, с мусорными контейнерами, с кучей мусоровозов и с прекрасными полигонами нам предоставит команда Хабирова. Одна из возможных причин возгорания является длительное на протяжении 10 с лишним лет пренебрежение порядком профилактики возгорания отработанных камер. Вообще, манипуляции подобными цифрами – вещь очень опасная. Я все-таки призываю господина Хабирова быть очень осторожными с этими вещами. Санкции для России и для Башкортостана в частности, и произнес такую очень странную фразу. Цитирую. «Если санкции отменят, то нам будет опять плохо», – сказал Хабиров. Также у него имеются квартиры на улице Худайбердина, площади 184 квадратных метра. Снегоход, катер, автомобиль Toyota RAV4, довольно свеженькая. Кто такой господин Хакимов, вот в этом нужно разобраться. Помимо того, что он счастливый обладатель всех вот этих вот люксовых гаджетов, я имею в виду вертолет Робинсон и автомобиль Бентли. В Башкирии произошло необычайно много интересных и важных событий. Начнем традиционно с событий государственных и потихонечку будем двигаться к событиям частным. На прошедшей неделе в Уфе прошли дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан. В общем-то, мероприятие необычайное в том смысле, что подобного формата встреч между руководителями Республики и вообще вот таких вот культурных обменов такого масштаба не было, внимание, 31 год. Традиционно сложившаяся конкуренция между двумя, по сути, братскими республиками дошла до уровня накала, скажем так, конца 18-17 годов. Уже все перешло в стадию всевозможных взаимных оскорблений на уровне мастеров искусств и всяких рисовальщиков на коричневой бумаге. В общем, конечно, все это надо было прекращать. И, к счастью, я вообще сторонник абсолютного национального согласия, и потому для меня, к счастью, случились вот подобные мероприятия. Пускай они были смешными, пускай они были немножко опереточными, но это важно с точки зрения установления нормальных отношений между территориями, которые граничат все-таки на минуточку в рамках одной страны. Меня очень позабавило, что этот форум, эта встреча двух республик породила очередной девиз. Звучит он теперь так – «Безге, берге, якшарык, болдабарабыс». То есть, прошу прощения, конечно, за мое произношение. Я не знаю, кстати, на каком языке я сейчас говорил, на татарском или на барскирском, но это, наверное, не важно. В вольном переводе этот девиз звучит как «Сможем лучше еще вместе». Я бы добавил в конце философское «И вообще». Ну, в общем, конечно, пора уже издавать трехтомник девизов на башкирском, татарском и русских языках, потому что все в этих болдабарабызах уже запутались основательно, пора бы уже делать такую настольную книгу девизов. Была, конечно, одна нехорошая ситуация, когда Хабиров обозвал татар Башкортостана диаспорой. Тут же возникли некие научные споры о том, можно ли называть миллион проживающих татар в Башкирии диаспорой, или это тоже родной народ. Возникли, значит, цитаты из Конституции Республики Башкортостан о том, что у нас тут не диаспоры, а многонациональный народ Республики Башкортостан. Конечно, ради Фаритовича следовало бы быть аккуратнее и осторожнее с подобными формулировками. Это еще раз отчетливо показывает очень плохой корпус консультантов у Хабирова и довольно слабую его подготовку в плане импровизации, но, как говорится, лиха беда начала, может быть, научится. Вообще праздники и всевозможные фестивали – это пока лучшая часть того, что удается у Хабирова проводить. Все это у него проходит на высшем уровне, и он, конечно, рискует превратиться в некого постановочного главу Республики Башкортостан, потому что пора бы уже переходить к реальным делам. 16 апреля на прошедшую неделю прошел обязательный еженедельный инвест-час, который, в принципе, отличался от других только тем, что на нем действительно появилась проблема. Обычный инвест-час – это обсуждение успехов будущего, перспектив, поиск каких-то решений и надежды на лучшее. Но в данном случае был один момент, прямо скажем, неожиданный и неприятный для Радио Хабирова, в том смысле, что внезапно выяснилось, что крупнейшее в России предприятие по производству металлорежущих станков, расположенное в городе Стеллитамаке, НПО «Станкостроение», прекратило работать и вот уже не работает почти три месяца. Примечательно то, что Хабиров узнал об этом только вот в процессе этого инвест-часа. Не знаю, было ли это срежиссировано, как иногда делается у нас на этих всех публичных и полупубличных мероприятиях, но, однако, реакция Хабирова была отчетливо театральной. Он отчитал министра промышленности и инновационной политики Карпухина. Он дал срочное поручение запустить предприятие и так далее, и так далее, невзирая на то, что вообще-то это предприятие, хоть и самое крупное в России, хоть и производит станки для стратегических отраслей, оно очень-очень частное предприятие. У него всего лишь два владельца. Это некий Максим Гущин и Руслан Завьялов, которые проживают в городе Москва, не очень сильно, так прямо скажем, подчиняются радио Хабирову и вообще администрации Башкортостана. Дать им указание запустить предприятие, наверное, довольно сложно. На предприятии действительно трудная ситуация. Задолженность по зарплате за три месяца свыше 30 миллионов рублей. В общем, конечно, ужас-ужас. И, прямо скажем так, к основным задачам инвест-часа подобные проблемы отнести сложно. Но все отметили, все издания, все, кто вообще имеет смелость рассуждать на подобные темы, отметили как бы то, что, ну, как же так, глава республики три месяца не знает о ситуации, которая сложилась на крупнейшем предприятии. В общем, конечно, это тоже было достаточно серьезное имиджевое упущение. Если внутри этой постановки была заложена какая-то идея, в смысле, там, кого-то прижать, прижучить или что-нибудь отнять, то иллюстрировать это мероприятие тем, что Хабиров внезапно узнает о трехмесячном простое крупнейшего предприятия, было неправильно. Прошел форум такой странный, комбинированный форум, форум ЖКХ, строительство там и всего прочего. Я даже там немножко снимал какое-то нелепое видео, потому что перед выставкой достижения народного хозяйства на площади было расставлено предметы, по комбинации которых было очень трудно определить тематику форума. Там детская площадка, мусорное ведро, там какой-то модульный офис и погрузчик почему-то стоял. Ну, в общем, все это называлось форум ЖКХ, строительство и чего-то там еще. В рамках этого форума как раз прошел круглый стол по реформе оборота твердобытовых отходов. Этот круглый стол дал неожиданные результаты, они очень странные, надо бы о них поговорить подробнее. Во-первых, было заявлено, что все четыре рекоператора оборота твердобытовых отходов не справились со своей задачей. По сути, все они провалили мусорную реформу. Удивило меня то, что говоря об этом, во-первых, в строках и первым рупором этой проблемы стало у нас небезызвестное государственное агентство «Баш Дезинформ», как его называют в народе, а формально эта штука называется «Баш Информ», они первые стали шуметь на тему, как у нас все плохо с мусором. Вот это сразу же наводит на мысль, что что-то здесь не так. Потому что вообще-то победа в мусорной реформе – это задача номер один или номер два для Хабирова. И заявлять о ее провале, конечно, было бы для Артемушки Валеева самоубийством. Как человек, не склонный к суициду, Артемушка Валеев никогда не сделает подобного заявления без согласования со своим начальством. А значит, таковое согласование было. В чем суть претензии к всем четырем рекоператорам, которые занимаются оборотом твердобытовых отходов Республики Башкортостан с 1 января? У них, оказывается, практически отсутствуют работающие полигоны, а в Заурале его вообще нет. Они не соблюдают нормы содержания полигонов, они тупо не вывозят мусор тогда, когда его должны вывозить. У них отсутствует адресная база, они недозаключили договора со своими партнерами, клиентами и так далее. У них не хватает контейнеров, машин, у них не хватает компетенций. Если послушать и почитать Башинформ, то у них вообще ничего нет. Как же они могли тогда начать эту работу и, перефразируя знаменитого Шарикова, задам вопрос, позвольте, а как же они в очистке-то служили? В общем, конечно, ужас-узас, сплошной. Мне интересно, чем это все продолжится. Мы начнем выбирать других операторов. Дело в том, что те операторы, которые приступили к реализации этой реформы, были отобраны командой Хамитова. А вот, наверное, новых операторов, веселых, румяных, с мусорными контейнерами, с кучей мусоровозов и с прекрасными полигонами, нам предоставит команда Хабирова. Вот у меня есть такое предположение. Однако, стоит быть реалистами и понимать, что от смены операторов по обороту твердобытовых отходов мусорных полигонов в республике не прибавится. Надо понимать, что, например, крупнейший мусорный полигон, который обслуживает город Уфу, уже не пригоден для обслуживания города, и он должен быть закрыт, что тщательно скрывается властями. Кстати говоря, мы собираемся к концу весны обязательно проинспектировать этот полигон, посмотреть, что там творится. Там вообще рассказывают фантастические вещи про наш Уфимский полигон. То есть, я констатирую такую ситуацию. Коль скоро Башинфорум первым завопило об этой проблеме, судя по всему, грядет перераздел этого рынка. Судя по всему, нас ждут еще большие потрясения. А самое главное, о чем заговорили на этом форуме, на этом круглом столе, причем хором заговорили. Придворный эколог Веселов, госсобрание в лице эколога Шагаповой, которой вообще близко не видно было, когда поднимались какие-то экологические проблемы в республике. Тут она выбежала на первый план, и не зря ее называют мусорной принцессой Стерлитамака. Как известно, она там в свое время крошевала свалки Стерлитамака, Салавата и Шимбая. Так вот, вся эта гоп-стоп-компания, выбежав на первый план, первая заголосила о том, как дешево граждане платят за вывоз мусора. А вот председатель комитета по тарифам Светлана Бурдюк, она даже сообщила широкой общественности, что люди, граждане республики, просто хотят платить по 100 рублей за вывоз мусора, но, видимо, стесняются предложить. В общем, вот эта вот гоп-стоп-компания начинает нас всех убеждать, что нужно в скором времени повысить тарифы. Вот эти плохие операторы с тарифом по 70 рублей не справились, хамитовские операторы. А вот хорошие хабировские, рублей так эдак за 140, вполне себе справятся. Чувствуете, да, комбинацию? Значит, вообще, конечно, наблюдая со стороны за всем этим шапито, прихожу к выводу, что речь идет вообще не о мусоре, а о распиле вот этих гигантских потоков денег, которые не дают покоя предприимчивым чиновникам. На прошедшей неделе Совет по правам человека при президенте Путине резюмировал ситуацию по Сибае. Напомню, что некоторое время назад этот Совет почти в полном составе посетил республику Башкортостан, что достаточно необычно, кстати, для территорий во главе с господином Федотовым, руководителем Совета. Это, в общем, они тщательным образом разбирались с Сибаем, выезжали туда, и вот сейчас они прислали некое резюме этой ситуации, те рекомендации и видения Совета по правам человека, которые они выработали. Прямо скажем, документ этот неутешительный ни для Хабирова, ни для администрации города Сибая, ни для Сибайского ГОКа. Совет по правам человека при президенте Российской Федерации констатировал, что горение происходило в шахтах, и происходит сейчас в шахтах, которые были сформированы при разработке массива карьера, а вовсе не на поверхности, как это было заявлено ранее, что проект подтопления рассчитан с недостаточными данными, что уровень затопления не соответствует тем точкам горения, которые существуют в карьере. Более того, что уровень затопления, который был намечен по проекту, вообще ничего общего не имеет с локализацией очагов горения. Значит, выше отметки 469 метров зафиксированы существующие очаги горения, они продолжают гореть. Одна из возможных причин возгорания является длительное на протяжении 10 с лишним лет пренебрежение порядком профилактики возгорания отработанных камер. И есть основания полагать, что горение возникло существенно раньше, ноября 2018 года, и скрывалось администрацией города и Сибайского ГОКа. Вот если эти выводы перевести на русский язык, то звучать это будет следующим образом. Сибайский ГОК 10 с лишним лет варварски разрабатывал карьер в плане обустройства вот этих вот шахт, в которых в нечеловеческих условиях работали люди за нищенскую зарплату, принося гигантские прибыли собственникам предприятия. Горение возникло давным-давно, и в сговоре с руководством ГОКа администрация города Сибай скрывала это горение от людей, которые живут вокруг этой огромной дырки в земле. Впоследствии в ноябре-декабре 2018 года, январе-феврале-марте 2019 года администрация города Сибай совместно с администрацией Республики Башкортостан предприняла все попытки, все усилия для того, чтобы скрыть опасности этой ситуации, чтобы отвести вину от тех, кто действительно виноват, и меры эти предпринимались, отмечу, за государственный счет. Вообще, выводы Совета по правам человека вполне себе тянут на реальное уголовное обвинение в отношении, в первую очередь, господина Авзалова, того самого мэра, которого, несмотря на все оскорбления жителей, на все, на мой взгляд, преступные действия в отношении сокрытия вот этих всех событий Сибая, Ради Хабиров оставил на посту мэра, никоим образом не наказав его и не отметив его вину. Более того, Ради Хабиров проявил полнейшую поддержку господину Авзалову, ободрял и помогал ему всячески, лишь бы только свалить на него максимум вины за случившееся. В общем, я надеюсь, что решение и предписание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации ляжет в основу более серьезного разбирательства в отношении виновных в той ситуации, которая случилась, и в принятии настоящих действенных мер, особенно в адрес жителей города Сибая, которые до сих пор дышат воздухом, концентрация, в котором предельно допустимая концентрация, в котором вредных веществ превышается в 2-3 раза ежедневно. В Ялте прошел Международный экономический форум. Как, собственно, все происходящее в Крыму, никакого глобального значения эта штука не имеет вообще, ввиду блокады всех событий и происходящего на этом полуострове со стороны международного сообщества. Однако СМИ тщательно подают это все в качестве каких-то там достижений, ярких событий. Я бы отметил в части участия Республики Башкортостан, которая теперь с приходом Хабирова стала братской республикой для Крыма, два момента, которые там произошли. Первое – это то, что господин Назаров почему-то подписал соглашение о дружбе с Ираном. То есть вот это… Тут я вздрогнул в этот момент. Вообще Андрей Геннадьевич Назаров – весьма одиозная фигура всех времен и народов. Хабиров теперь вышел на международную арену. Кроме того, что он успешно осваивает все самые лакомые территории Крыма и находится в тесном контакте с руководством этого полуострова, он еще теперь вышел на международную арену и заключает, я бы сказал, опасные для геополитики соглашения со странами типа Ирана. Но это хотя бы смешно. Но очень не смешную вещь на этом форуме сказал Хабиров. Он комментировал последствия и сущность санкций для России и для Башкортостана в частности и произнес такую очень странную фразу. Цитирую. «Если санкции отменят, то нам будет опять плохо», сказал Хабиров. «Простите, у меня возникают некоторые вопросы. Плохо как когда? Как в 2012-2013 году, когда Россия захлебывалась в нефтедолларах и совершала там совершенно необдуманные веселые поступки по части организации всяких мега мероприятий Сочи и прочих дел. Плохо как когда? Как в 2014 году, когда экономика России чуть не загнулась по итогам вот этих санкций и так далее. Плохо как в каком году, Радий Фаридович. Вообще, подобные фразы, они могут быть объяснены либо жгучим желанием потрафить федеральному начальству, либо непониманием экономических процессов и их глубинных смыслов. Любые санкции, любые ограничения в экономической сфере несут только вред. Нет, на самом деле, это точно, это любой экономист скажет. Пользы от санкций быть не может по определению. И тут, конечно, вот подобное лукавство, оно наводит на нехорошие мысли. Я очень надеюсь, что Радий Фаридович был вынужден сказать подобные фразы, чтобы сделать приятное крымским товарищам или кремлевским начальникам. Но я очень хочу верить, что на самом деле, с точки зрения экономического сознания, будущий руководитель нашей республики так не думает. Впервые на этой неделе Радий Хабиров применил свой любимый инцидент в виде информационной дубины и обрушил эту дубину на голову несчастного мэра Уфы Мустафина. Оперируя цифрами обращений граждан к нему лично на тему безобразия Мустафина в области транспорта и пассажирских перевозок, Радий Хабиров этим своим инцидентом попытался, значит, упрекнуть мэра в неэффективности. Я вообще обожаю всякие информационные сводки, всевозможные статистические данные и опросы. И потому решил проверить вот этот результат, который дала госпожа Прочаковского в руки Хабирову. И провел свой опрос на тему успешности и неуспешности, проведенной Хабировым, реформы пассажирских перевозок в Уфе и вообще в республике. И хотел понять, сколько процентов людей считают успешным, неуспешным эту затею. И относят ли они вообще этот провал к деятельности Хабирова или, например, к деятельности Мустафина. Я сформулировал вопрос так, что считаете ли вы успешным действие Хабирова в области пассажирских перевозок. И результат в двух социальных сетях. Кстати говоря, выборка по количеству голосовавших примерно приближается к тем цифрам, которые называл Хабиров, учитывая, что он-то свой вот этот вот якобы анализ проводил 6 месяцев, а я этим занимался всего 4 дня. Но тем не менее, Фейсбук показал, что 87% проголосовавших оценивают негативное усилие Хабирова в области пассажирских перевозок. И только 13% считают, что Хабиров добился успеха. В контакт был несколько более благосклонен к Хабирову, и 80% сочли негативным действия Хабирова, и целых 20% считают, что Хабиров добился успеха. Если усреднять данные, то 83% считают, что Хабиров провалился, и 17% считают, что Хабиров добился успеха. Вообще, манипуляции подобными цифрами – вещь очень опасная. Я все-таки призываю господина Хабирова быть очень осторожными с этими вещами. Призываю вообще не пользоваться данными инцидента, хотя бы потому, что система эта глубоко лживая, и она сконструирована таким образом, чтобы выдавать требуемые результаты, а не объективные данные. И вообще, конечно, анализ данных в социальных сетях – это важно, но это не все. Вот этим опросом я бы хотел проиллюстрировать, что иногда, наверное, было бы опасно пользоваться подобной статистикой, потому что она глубоко субъективна, потому что выборка действительно очень ненаучная, а группы людей формируются по определенным интересам, а не по объективным причинам. То есть, ну, если Хабиров верит в это все, это, конечно, его дело, однако пользоваться этим на государственном уровне все-таки, наверное, нецелесообразно. Мы стараемся отслеживать истории, которые поднимаем и освещаем в своих программах. И вот сегодня я бы хотел вернуться к истории Галины Тушкановой, жительницы города Туймазы, которая уже давно и, в общем-то, пока безуспешно воюет с администрацией этого города, отказываясь переселяться в какое-то жуткое жилье, в которое ее пытаются насильственно переселить в рамках расселения дома, в котором она проживает. Дом этот ложным, лукавым образом признан непригодным для проживания, вплоть до фальсификации данных о том, что там каменные лестницы превратились в деревянные и так далее. Спор, собственно, идет о квартире в 52,9 квадратного метра. На выкуп или расселение этой квартиры было выделено государственных средств в сумме 37 260 рублей за квадратный метр. Однако выкупить квартиру администрация города Туймазы у Галины Тушкановой готова почему-то за 30 тысяч рублей. Несложный арифметический подсчет показывает, что администрация города Туймазов хочет подзаработать на этом 384 тысячи 54 рубля. Галина Тушканова воспротивилась подобной странной сделке. В итоге женщина-пенсионерка попадает в больницу, и в этот момент администрация Туймазов подает на нее в суд, чтобы в судебном порядке выселить ее из собственного жилья. Пикантной подробностью является то, что управление ЖКХ администрации взглавляет сын судьи, который будет рассматривать дело Галины Тушкановой. Что, собственно, не оставляет шансов на то, что решение будет справедливым, либо взвешенным, либо правовым. На мой взгляд, это мое субъективное суждение. Однако конструкция и ситуация вот этого события в Туймазах очень тревожная. Я удивляюсь, почему до сих пор республиканские власти и органы управления ЖКХ не вмешались в подобную ситуацию, почему правоохранители до сих пор не занялись расследованием вот этих комбинаций администрации с ценами на жилье для расселения веткового фонда и так далее, и так далее. Вообще, я считаю, что в сложившейся ситуации, помимо опасности для самой Галины Тушкановой, как физической, так и экономической, существует еще опасность прецедента того, что туймазинским властям сойдет с рук вот эта беспредельная на самом деле ситуация, и что она будет мультиплицироваться и применена ко многим другим жителям республики Башкортостан в будущем. Мы многократно обсуждали судьбу дома по улице Менделеева 128-1 в Уфе. Это самый продолжительный долгострой в республике Башкортостан. 12 лет люди ждут своей квартиры. Теперь на этой стройке, если это можно так назвать, в этом доме, из которого выпадают окна на асфальт, грозя убить прохожих и покалечить автомобили, возник новый конфликт. Участники кооператива этого дома, который должен был построить этот дом, я имею в виду кооператив, обратили свое внимание на персону директора своего кооператива Сергея Николаевича Диденко, который все эти годы как бы возглавлял все вот эти вот процессы, был создателем, учредителем и руководителем этого кооператива по строительству этого дома. И вот жители заинтересовались вообще его судьбой, его состояниями и обстоятельствами его жизни, выяснили очень пикантные, на мой взгляд, очень тревожные подробности. Я акцентирую внимание на том, что ни я, ни жители дома, ни член этого кооператива пока на данный момент официально и неофициально никого ни в чем не обвиняют. Жители дома обратились на прошедшую неделю в правоохранительные органы, в прокуратуру, МВД и Следственный комитет с заявлениями, в которых просят выяснить, связано ли имущественное состояние господина Диденко, прямо скажем, великолепное имущественное состояние господина Диденко, с его непосредственными обязанностями и деятельностью в рамках кооператива дома Менделеева 128-1 и других многочисленных кооперативов, которые возглавлял и в которых участвовал господин Диденко. Напомню, что этот профессиональный директор, руководитель строительных жилищных кооперативов за свою карьеру был причастен к следующим кооперативам. Менделеева 128-1, Калининский-2, Дема-3, дом номер 60 по улице Российская. Внимание! Дом номер 2, корпус 10 и 11 по улице Летчиков. Это очень известный сейчас кооператив своими проблемами. Кооператив на Баргузинской 19-2, а также транспортная 34-1. Все последние годы господин Диденко профессионально и исключительно занимался вот этими кооперативами. Во многих из этих кооперативов сложилась кризисная ситуация, дома недостроены, квартиры не получены. На фоне всего этого жители дома по улице, вернее не жители, а потенциальные жители дома по улице Менделеева 128-1, с удивлением обнаруживают, что имущественный комплекс собственности господина Диденко необозрима огромен. В том самом комплексе по улице Менделеева 128-1 только ему принадлежит три помещения. 191 метр, 170 метров и 107 метров. То есть, на вскидку, это под 500 квадратных метров собственности, которые он с успехом сдает в аренду, извлекая ощутимую материальную прибыль. Также у него имеются квартиры на улице Худайбердина, площади 184 квадратных метра, снегоход, катер, автомобиль Toyota RAV4, довольно свеженькая, а также в собственности фирмы, которая принадлежит господину Диденко, находятся два шикарных внедорожника, люкс-класса, Lexus и Toyota Land Cruiser, оба белого цвета. Столь огромное имущество руководителя кооперативов, которые находятся в столь плачевном состоянии, не могло не вызвать интереса у членов этих кооперативов и кооператива дома 128-1. Также жители дома обращают внимание правоохранительных органов на то, что гражданская жена господина Диденко, Ситникова Елена Александровна, скромная учительница, внезапно стала обладательницей очень большой недвижимости, все в том же доме 128-1, вход старца, в который она устроила частную школу Лангманн-Скул. В общем, вот эти вопросы сейчас жители, вернее, участники кооператива дома 128-1, передали правоохранительные органы, что вызвало, кстати говоря, достаточно резкую, на мой взгляд, необоснованную эмоциональную реакцию самого господина Диденко. В частных разговорах с теми, кто жаловался в правоохранительные органы, господин Диденко сообщил, что он обладает бесконечно огромными связями в правоохранительных органах, которые, конечно же, позволят ему, как он выражается, отбиться от этой проблемы. Кроме того, в этих частных разговорах прозвучали странные, на мой взгляд, опасные намеки на всевозможные какие-то события. Вот одному из тех, кто написал заявление в МВД и в прокуратуру господин Диденко сообщил, что с ним может случиться вспышка. Что бы это значило, я не знаю, утверждать ничего не буду, однако напомню, что в процессе вот этого трагического строительства дома 128-1, один из подрядчиков, которому не выплатили задолженность за исполненные работы, загадочным образом был убит. В квартире его нашли с проломленной головой. Я не берусь утверждать, что именно о подобных вспышках говорит господин Диденко, однако я бы советовал жильцам дома отнестись с достаточной осторожностью и опаской к тому, в каком ключе они общаются теперь со своим же собственным председателем кооператива. В общем, я полагаю, что вот в сложившейся ситуации нужно быть очень аккуратными и осторожными, не брать на себя функции следствия либо органов дознания, однако самым настойчивым образом добиться от правоохранительных органов расследования деятельности господина Диденко, чтобы следствия и органы правопорядка дали внятный ответ. Вот эти все несметные богатства господина Диденко, они связаны с проблемами кооператива или не связаны? Если нет, слава богу, как говорится, порадуемся за господина Диденко, за его достаток, за успех его семьи. А если это обогащение каким-то образом связано с Меркурием, с этими погибшими подрядчиками и прочее, тогда нужно открывать полноценные следствия, заниматься этой личностью именно в разрезе тех проблем, которые существуют у этого кооператива. Сегодня я хочу поговорить на достаточно неожиданную тему и проанонсировать один процесс. Как известно, не так давно в рамках многочисленных замен кадровых, которые происходят в связи с приходом Хабирова к власти, у нас сменилось руководство Торгово-промышленной палаты. Сменилось кардинальным образом, ушел руководитель Азад Мадарисович Фазлыев и сменился на никого Тимура Хакимова. Довольно мало известно широким кругам, кто такой Тимур Хакимов. Есть там смутная информация. В прошлом депутат госсобрания, руководитель крупной нефтяной компании, владелец Бентли, вертолета и в недавнем прошлом, по-моему, проректор нефтяного института. Вот он внезапно становится президентом Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Прямо скажем, деятельность его предшественника на этом посту не вызывала никакого доверия и одобрения со стороны бизнес-сообщества Республики. И вот эта не до конца понятная смена на господина Хакимова вызвала, собственно, тоже достаточно неоднозначную реакцию. Я не буду скрывать, что некоторая группа предпринимателей попросила меня покопаться, выяснить подоплеку вот этого назначения, оценить перспективу и эффективность дальнейшего существования на этом посту господина Хакимова, исходя только из того, что люди, на самом деле, практичные и очень прагматические, я имею в виду предпринимателей крупных и средних, до сих пор не решили для себя, готовы ли они всерьез участвовать в процессах, которые будут проходить со стороны ТПП, либо это продолжится как некая имитация выплата взносов и самоустранения от этих процессов. На самом деле, сообщества и некие организации, помогающие существованию бизнесу, а ТПП являются исключительно подобной организацией, очень важны для продвижения, для развития бизнеса на территории, равно как и опасна имитация подобных процессов и вредна для бизнеса и для его организации успеха. Потому, чтобы принять или не принять вот этого нового президента, действительно необходимо понять, насколько он способен и в перспективе будет заниматься эффективно этими процессами. Так кто такой господин Хакимов? Вот в этом нужно разобраться. Помимо того, что он счастливый обладатель всех вот этих вот люксовых гаджетов, я имею в виду вертолет Робинсон и автомобиль Бентли, судя по всему, господин Хакимов пришел на свой пост не без шлейфа определенных проблем, которые существовали в его предыдущей деятельности. В первую очередь, это очень странная, смутная история по поводу недвижимости нефтяного института на почве раздела и управления которой возникли некоторые проблемы и конфликты с руководством нефтяного института. На самом деле, это то, что уход господина Хакимова из нефтяного института вовсе не был полюбовным, как его пытается представить он сам и некоторые другие товарищи. Совершенно непонятна перспектива и тренд, который будет задан господином Хакимовым, а самое главное, непонятна его компетенция. Потому что очень важно, чтобы во главе ТПП стоял человек с реальным бизнес-опытом, с реальным опытом решения проблем и пониманием того, как нужно развивать и продвигать развитие бизнеса в республике Башкортостан. Иначе этот орган превратится в бессмысленный. Напомню, что наследие господина Фазлыева, которое оставлено в ТПП, весьма печальное. У ТПП долг 70 миллионов рублей и так и непонятно, откуда он образовался. И, наверное, этот вопрос нужно задавать господину Фазлыеву, пока он далеко не отбежал от территории республики. У ТПП на шее висит вот это нелепое издание РБ Тудей, созданное, между прочим, на бюджетные деньги. И неплохо было бы выяснить, куда они делись. Довольно большая сумма, около 10 миллионов рублей, которую, на мой взгляд, успешно распределили по разным отсекам и карманам господин Фазлыев и господин Михайлов, которые тогда возглавлял идеологический блок администрации главы республики. Не пошли эти деньги впрок на создание издания. Там внутри издания происходили какие-то очень нехорошие процессы с перераспределением зарплатного фонда. Вот во всем этом нужно разбираться. И вот вопрос в том, будет ли господин Хакимов решительно перенастраивать этот ТПП, может ли он это делать, и не помешают ли его вот эти скелеты в шкафу подобной позитивной деятельности. Вот об этом я хочу поговорить, об этом я хочу получить информацию. Я обращаюсь к нашим зрителям, подписчикам, которые, возможно, захотят помочь мне в получении этой информации. Я по своим каналам буду ее получать. Ну, и если вам есть что-то рассказать, сказать, мы будем очень благодарны. Телефон, почту мы указываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова